Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. И сегодня я вам расскажу про Zero Cost. Этот семимодулярный синтезатор в таком компактном форм-факторе стал заменой мне моего модульного синтезатора, потому что я его продал, и мне нужно было срочно уезжать, и я не смог его взять с собой. Но благодаря моему подписчику, Паш, спасибо тебе большое, я получил себе этот синтезатор. Я созвонился с ним в день вылета, и он мне его одолжил. Так что теперь у меня есть вот такой крутой семимодуляр. На самом деле этот синтезатор был у меня и раньше, но я его продал в один момент, потому что я просто не пользовался им, он стоял у меня в рэке, я думал как бы использовать его, но суть в том, что когда у меня была большая система, практически целая Shared System от Make Noise, то я не использовал Zero Cost. Но в данной ситуации я понимаю, что Zero Cost станет мне временной заменой, как минимум, для того, чтобы не скучать по Eurorex синтезатору, и чтобы делать какие-то клевые модуляции. И сейчас я вам расскажу, что тут такого в нем интересного есть, и почему я выбрал именно этот синтезатор. Моя любимая компания Make Noise создала такое прекрасное устройство под названием Zero Cost, которое включает в себя западное и восточное побережье. Это значит здесь сходятся воедино два типа синтеза. Это аддитивный, это синтез от компании Bukla, и в общем-то синтез субтрактивный от компании Mook. То есть в одно примерно и то же время они создавали свои синтезаторы, независимо друг от друга, и создали два абсолютно разных подхода. Философия этого синтезатора заключается в том, чтобы объединить эти два подхода воедино. Ну, во-первых, это семимодульный синтезатор, да, здесь есть несколько модулей. Вот раз модуль, второй модуль, третий, четвертый, пятый, шестой и, получается, седьмой. И он также может работать уже без проводов, то есть просто подключив к нему, там, нападав, например, на него MIDI, и мы можем забрать из него уже полноценный звук без патч-панелей, потому что эти модули заранее скоммутированы друг с другом. Вот этими золотыми полосочками мы можем наблюдать, как коммутация сделана внутри этого синтезатора. Первый модуль можно назвать как MIDI, конвертации сигнала из MIDI в CV. Второй модуль — это процессор, который содержит в себе рандом-генератор, аттенуатор, тап-темпо. Третий модуль — это осциллятор. Он очень круто звучит по типу модуля DPO от компании Make Noise или STO, например. То есть здесь есть две волны — треугольник и квадрат. Этот модуль позволяет нам добавлять обертона к нашему осциллятору, а эта зона отвечает за то, чтобы эти обертона умножать, делать их более частыми, скажем так, или, в общем-то, это мультиплеер, который позволяет эти обертона в кратном количестве увеличить и добавить к основному осциллятору. Также тут есть ручка-баланс, которая позволяет изначальный сигнал треугольной волны смешать с обертонами. Но суть в том, что если их будет очень много, то будет такой очень неприятный звук, возможно. И вот этот баланс позволяет выстроить баланс между этими звуковыми волнами, то есть сделать его более мягким или наоборот. Секция слоп и контур. Слоп — это такая частичка матс, но изначально это, скорее всего, копия букловского модуля, который отвечал как раз-таки логическим процессам. Контур — это что-то типа огибайки. Здесь называется on-set, но вообще это типа атака, sustain, decay. И здесь можно переключить режим в экспоненциальный, чтобы, в общем-то, всплеск был максимально какой-то яркий в начале волны. И также есть модуль Dynamics — это что-то типа микшера и фильтра одновременно. Фильтра, потому что здесь как такового нету. Dynamics выполняет эту функцию. Чем ярче мы открываем его, тем ярче звук, и он, скорее всего, имеет какую-то определенную атаку. И это похоже на low-pass gate микшер. Это характерно для West Coast синтеза. Ну и выход на наушники. Здесь есть линейный выход, что, конечно, прекрасно. Также тут есть дополнительные входы и выходы, которые позволяют нам коммутировать это устройство с другими Eurorack синтезаторами. Ну или самого себя, в общем-то, тоже можно коммутировать, нарушая эти схемы, которые заранее здесь созданы в синтезаторе. Этот синтезатор можно разобрать и использовать его в качестве Eurorack осциллятора. Многие так делают, потому что это практически полноценный такой источник. Источник его из генератора, который позволяет вам создать очень крутые гармоники и всякие классные звуки. Прежде всего, этот синтезатор можно использовать следующим образом. Просто подключить его по MIDI и подать на него какую-то MIDI мелодию или, например, клавиатурой начать на нем играть. И он будет выполнять функцию басового или лидового синтезатора. Это можно сделать тут без проблем. Ну то есть, если сравнить, например, его с тем, как звучит Digitone, например, я свой басовый пресет, сейчас покажу, как он звучит, и как звучит Zero Cost. Понятное дело, что у меня нет задачи их сравнить лоб-лоб, но просто для того, чтобы вы понимали, какой звук можно извлечь из этого синтезатора или из цифрового FM-синтезатора. Ну и логично, если у вас есть секвенсор, то вы можете раздать секвенцию. Я раздал ее с Digitact для того, чтобы записать какую-то басовую партию. После чего я добавил эффекты, потому что Zero Cost я направил во входящий сигнал для Digitact и обработал его хоросом, дилеем и ревербом. Поскольку это непростой синтезатор, здесь есть классные огибайки и такие функцион-генераторы, как Slope, то я покрутил эти настройки и добился более какого-то прикольного звука. То есть он стал более таким хитрым, что ли. И по моему мнению, этот звук уже годится для того, чтобы использовать его в полноценный трек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда у вас есть какая-нибудь уже классная мелодия, то с этим синтезатором можно и поджемить. Я люблю, например, Fine Tune крутить, ну или дополнительные какие-то огибайки постоянно настраивать. Это добавляет, на самом деле, ему какого-то креатива, и звук получается максимально уникальным, который можно получить из вот такого простого синтезатора изначально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ручки я здесь поменял для того, чтобы управлять мультиплаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сильно может сбить настроение. А Fine Tune можно покрутить. Он практически поднимает на определенную высоту этот тон, и можно, в принципе, использовать это для музыки. Субтрактивный синтез, это, конечно, здорово. Здесь можно его получить. Но вся фишка Zero Cost заключается в том, что мы также можем получить технику создания музыки западного побережья. Мы можем к обычному осциллятору добавлять гармоники. Мы можем использовать Random Generator для того, чтобы сделать креативные патчи. Вот такое вот сложное LFO под названием Slope, которое здесь присутствует, также позволяет сделать этот звук максимально уникальным. Function Generator, Random Generator, Low Pass Gate, аддитивный синтез. Это все, конечно, про западное побережье и уникальность этого подхода. Этот синтезатор, конечно же, не выдаст вам песню сразу. Это нужно понимать. Но какую-то сердцевину такой модуляции с него можно снять. Если посидеть над ним и попробовать записать эти слои и потом превратить их в трек, то да. Конечно, на это потребуется длительное время. Это не то, чтобы как в Digitact'е вы набацали трек за 15 минут и получили сразу результат. Здесь абсолютно другой подход. Мне кажется, что этот синт не является источником вдохновения. Но он является источником для каких-то лабораторных исследований в плане звука, для того, чтобы получать свои собственные уникальные звуки и, может быть, даже их потом сэмплировать и использовать в музыке. В общем-то, это какая-то лабораторная работа, мне кажется. Хотя, если ваша музыка максимально экспериментальная, то этот инструмент точно ваш. В сети я видел альбом, записанный только на этом синтезаторе. И я честно признаюсь, что этот альбом меня сильно вдохновил. Человек записывал музыку исключительно только на этом синтезаторе. Это звучало полноценно, экспериментально, в чем-то новаторски, хотя это было очень похоже на пионеров электронной музыки. Ну, в общем, классный альбом. Также из этого синтезатора можно сделать аудиопроцессор. Здесь есть вход, можно подать сюда аудио какой-то файл и обработать его вот этими процессами LFO и огибайкой. Это тоже интересно, на самом деле. Возможно, кому-то пригодится такой способ обработки его звука. Потому что аналоговая огибающая, это и есть аналоговая огибающая, она может дать очень классный вайп. В качестве триггера я использовал DigiTact. Я подал через MIDI, в общем-то, триггеры и задал ритм с помощью секвенсора, который встроен в DigiTact. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вы также можете сделать это и посредством тап-темпа или какого-то другого ритма, который можно сгенерировать в самом синтезаторе. Независимо от каких-то других машинок и грувбоксов. Хотя такое на самом деле бывает часто, а вот чтобы синхронизировать его с другими машинками, бывает редко. Но, к счастью, этот синтезатор имеет классную интеграцию по MIDI. Ну и по аудио тоже. Настройки MIDI у этого синтезатора довольно сложны. Сейчас я дам инструкцию, как это сделать. Его нужно обучить, принимать какой-то, например, канал по MIDI. Нужно вставить провод MIDI, оно и понятно. Зажать кнопку A и держать. Потом два раза нажать A. Потом, как загорится красный индикатор, нужно будет пустить MIDI с нужного канала. Потом нужно зажать программ B. Он моргнет и все. Синтезатор запомнил то, что он будет принимать ноты с этого канала. Здесь есть арпеджиатор, здесь есть возможность принимать даже CV-сообщения и управлять им. Но с этим синтезатором я пока не пробовал это делать. Раньше, когда у меня был ZeroCost, я это делал. Сейчас уже подзабыл, как там настраивать. На задней панели есть инструкция, как это делать. Но мне не кажется, она слишком простой. И я отложу, наверное, это на потом. Мне кажется, что этот синтезатор очень классно взять с сэмплером и поснимать с него какие-то звуки. Потом деформировать их в сэмплер и наслаивать. Начать с баса, например. Потом взять лиды, какие-то FX-ы. То есть мне кажется, что полноценно с ним можно сделать трек, если использовать просто какой-то сэмплер. Надо бросить себе вызов и сделать такой челлендж. Использовать его только с сэмплером и посмотреть, что получится из этого. Я рад анонсировать свой канал на Boosty. Теперь вы можете стать моим подписчиком и бустером. И там вы можете получить музыку из этого видео. То есть в виде сэмплов я их выложу. И вы можете использовать их в своей музыке. Также я веду там подкасты, рассказываю о своем переезде и эмиграции. Если вам интересно это, становитесь бустером и поддерживайте мой канал. Для меня это сейчас очень важно. Давайте поговорим о плюсах этого синтезатора. Ну, мне кажется, что это такая мини-букла. Карманная букла в вашем сетапе. Это здорово. То, что у нее есть MIDI-вход и его можно интегрировать с любым устройством. Это тоже очень здорово. Потому что в Eurorack синтезаторах необходимо покупать дополнительный модуль, который позволяет MIDI-конвертировать в Control Voltage в CV. Можно было бы собрать, например, какой-то маленький такой синтезатор. Но он вырос бы, наверное, до больших разъемов, если бы мы собрали все примерно эти функции. Например, тот же вот линейный выход, который здесь присутствует на этом синтезаторе. Это большое подспорье тем, кто пишет музыку в другие устройства вне Eurorack синтезатора. Потому что линейный вход гораздо тише, чем модульный. Точнее, модульный гораздо громче, чем линейный. И для этого нужно специально покупать модуль, который конвертировал бы этот аудиопоток. Ну, то есть, дело по децибелам его тише. Потому что если вы просто Eurorack запихнете в Digitag, то там будет жуткий перегруз. Звук у этого синтезатора очень жирный. Он очень похож на MOOC. Ну, не зря Тони Роландо работал, наверное, в свое время в компании MOOC. Думаю, что он какие-то идеи оттуда тоже подзабрал. Звук похож на модуль DPO или STO. Я уже об этом говорил. Так что полноценный модуль, конечно же, по функционалу будет именно Eurorack модуль, если вы купите. Но в Zero Cost'е присутствует то самое качество и качество звучания, которое присутствует в тех модулях. Я думаю, что этот синтезатор они этим точно не обделили. Этот синтезатор выглядит как настоящая вещица. Такая, знаете, тяжеленькая. У него корпус железный. Ну, то есть, он вызывает ощущение того, что это какое-то качественное устройство. Еще один большой плюс заключается в том, что этот синтезатор можно интегрировать в Eurorack. Нужно будет вот тут выкрутить, снять вот эти все колпачки, открутить болтики. Но, тем не менее, это можно будет сделать. И тут мы плавно переходим к минусам. Я считаю, что вот это вот решение, когда сбоку включается питание для этого синтезатора, оно не очень удобно. Но, с другой стороны, если бы оно было бы сверху, то оно тоже, наверное, было бы не очень удобно. Потому что, когда вы вставляете в Eurorack, вот столько примерно пространства вам необходимо оставить для того, чтобы вы могли его туда вставить. То есть, вплотную не привинуть. Ну, либо сверлить дырку сбоку. В принципе, так, наверное, делают. Вроде бы я видел, какие-то переходники угловые есть, но они все равно также съедают какое-то место. И вы, наверное, видели другие устройства, которые также похожи на Zero Cost, это Zero Control и Strega. Они такого же формата. И их невозможно выстроить вот так вот слева направо. Их надо как-то сверху. А этот составляет сбоку, чтобы здесь провод был. В общем, короче, не знаю. Мне кажется, что решение вот этого провода сбоку не очень удачно. Но у меня нет предложения, как сделать это лучше. Ну, может быть, разве что только сверху. Еще один из больших минусов, то, что панель реально пачкучая. Даже если вы чистыми руками берете, все равно эти пятна от рук остаются. И его приходится постоянно протирать. Ну, это плата за то, что, наверное, панель какая-то не алюминиевая. Она то ли из чего-то там... Не знаю, как она правильно называется. Вы напишите в комментариях, если вы знаете, из чего сделана эта панель. Каждый раз после работы с ним за ним приходится немножко поухаживать. Ну, либо как-то аккуратно прикасаться к нему, не прикасаясь к самой панели. Я отнесу к минусам отсутствие нойза здесь. Не то, чтобы это минус какой-то глобальный. Это минус исключительно субъективный для меня. Потому что мне кажется, что этот синтезатор при наличии нойза был бы для меня идеальным. Жаль, что здесь этого нету. Как и, например, в том же Moog Grandmother. И если бы, например, эти осцилляторы смешать с нойзом, мне кажется, я получил бы максимально звук, который мне хотелось бы извлекать из монофонического синтезатора. Но, к сожалению, здесь нет нойза. Ну, и его и не должно быть. Но, тем не менее, для себя, я считаю, наличие этого нойза сделало бы этот синтезатор, наверное, самым любимым для меня. Также я отнесу, наверное, к минусам тот факт. Я уже говорил об этом. То, что из этого синтезатора песня прям не льется. Если у вас есть какая-то идея, и вы знаете, что вы хотите сделать, то, скорее всего, тут проблем с этим не будет. Но если вы хотите использовать его в качестве источника вдохновения, и чтобы получить результат готового трека, то здесь, скорее всего, не получится. Придется сильно постараться, потратить много времени, то есть как-то собраться с мыслями и понимать, что вы хотите от музыки. И только тогда, спустя какое-то время, вы получаете результат. В этот момент также можно сказать, что он немного надоедливый, потому что звуков здесь немного, здесь всего два осциллятора, и они однообразно звучат и в плане звука. Но в плане модуляции и тембров он не однообразный. Как вы видите, этот синтезатор я выбрал для себя в качестве единственного модульного синтезатора в данном случае семимодульного. Я взял его на необитаемый остров, что еще раз подтверждает ту гипотезу, что все зависит от задачи, от конкретной задачи, которая вам нужна. В моем случае решала компактность и возможность привести с собой какую-то модульность, может быть, не комплексную, но, по крайней мере, какую-то такую сердцевину модульности добавить в свою музыку. Я выбрал именно этот синтезатор. Я очень люблю компанию Make Noise за их идеи, за их качество, и их синтезатор Zero Cost стал тем самым синтезатором, который я взял с собой в свое долгое путешествие. Все эти аудиотеки, которые я записывал на протяжении всего видео, будут доступны моим подписчикам из Boosty. Заходите, читайте планы, которые я для вас подготовил. Надеюсь, вы что-то выберете для себя, и мы будем обмениваться ресурсами. Я вам буду давать свои, а вы взамен будете меня поддерживать. Также я поставил цель на Boosty. Как только она будет достигнута, я заведу закрытый телеграм-канал KatM+. Мы будем там общаться со всеми бустерами, созваниваться и делиться полезной информацией. Так что заходите, смотрите. Ну что же, на этом все. Большое спасибо всем, кто смотрел мое видео, и до скорой встречи. Пока!